11 августа в актовом зале городской администрации состоялась торжественная церемония награждения работников физической культуры и спорта по случаю празднования Всероссийского Дня физкультурника. На мероприятии приняли участие глава города Зен-Дина Кмазов, курирующие заместители, начальники и специалисты управления и отделов городской мэрии. В качестве приглашенных почетных гостей присутствовали ветеран Великой Отечественной войны Александр Семенович Макуха, проработавший много лет преподавателем спортивных дисциплин, тренера и ветераны спорта, а также воспитанники спортивных школ города. Открывая мероприятие всех собравшихся с профессиональным праздником, поздравил глава муниципалитета, в своей речи сказав, что с каждым годом количество горожан, ведущих активный образ жизни, растет, и это прямая заслуга работников спортивной отрасли. По республике город занимает первое место по охвату населения, занятые спортом. У нас он составляет 42%, когда по республике 32%. Задача всех нас вовлекать, большую часть населения, именно занятия физкультурой. То, что вот эти заслуги города, это, конечно, работа тренеров, всех, кто занимается организацией спорта в городе, всех педагогов. Поэтому я всех вас поздравляю с этим днем, желаю дальнейших успехов. Далее выступая перед активом города и спортивной общественностью, начальник отдела по физической культуре и спорту Магомеда Лигази Магомедов, выразил славу и поздравлению и ознакомил присутствующих с результатами хасавюртовских спортсменов за короткий период и отметил заслуги педагогического состава спортшкол. В нашем городе функционировали 10 спортивных школ. Из них 5 специализированы спортивных школ Олимпийского резерва. И с сентября этого года начинает функционировать 11-я спортивная школа. Это специализированная детско-юноческая школа Олимпийского резерва имени чемпиона Олимпийских игр Мурада Умаханова. С марта 2017 года открылся и подоткорно работает филиал Республиканской спортивной школы фехтования. Руководит филиалом Богатого Амербель. С прошлого года работают группы по стрельбе из Лука, спортивный клуб Хубат. Буквально несколько лет тому назад город ощущал сильную нехватку спортивных сооружений. На сегодняшний день мы занимаем второе место после Махачкалы по количеству спортивных сооружений. В продолжении торжественного собрания слово было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Александру Семеновичу Макухе, который помимо боевых заслуг удостоился звания заслуженный работник физической культуры и многие годы жизни посвятил преподавательской деятельности. Смотрю я на вас и радуюсь. Ну молодцы вы, просто молодцы. Я вижу, когда вас радуюсь, вы работаете прекрасно. И я почувствовал, что доля вашей работы, прекрасной работы, видимо, кроется и в моем каком-то успехе. То есть, что я вам дал какие-то знания. И видимо, знания неплохие. В высших, среднеспециальных и общеобразовательных учреждениях работает около 50 преподавателей по физической культуре и спорту. Благодаря их тщательным подготовкам учащиеся занимают призовые места на первенствах республики, страны и за ее пределами. По завершению была проведена церемония награждения. Успехи спортсменов были отмечены дипломами от Министерства спорта Дагестана, почетными грамотами муниципального образования города Хасавюрт и ценными подарками. Бика Сулейманова, Саман Гакаев, информационная программа Пульс.